я всех приветствую на своем канале и сегодня мы сделаем с вами круассаны из дрожжевого зернового слоеного теста вот такое оно все с зернышками кому интересно может увеличить посмотреть что за тесто там разные разные семечки и кунжут и подсолнечная семечка льняная семечка еще какие-то я его предварительно лежала но у меня в морозилке я его вечером вытащила положила просто в холодильник утром на часок примерно вытащила на стол она чуть-чуть даже приподнялось и все полностью оттаяло для круассанов нам понадобится само тесто немного муки нож скалка масло растительное для смазывания листа но и сам лист все больше ничего не нужно они у нас будут без начинки просто круассан они сами по себе очень вкусные но кто хочет может сделать конечно с начинкой я думаю можно и сладкую делать и не сладкую то есть и с ветчиной сыром допустим и с мармеладом сладкую можно с отгущенкой кто на что способен у кого на что хватит фантазии так приступим начнем делать я пока чуть-чуть вот так отодвину все что мне в данный момент не понадобится распечатываем тесто сразу его немножко раздравняю я все сразу запекать не буду сделаю про запас кстати для тех кто из сразу допустим большой кусок теста и не охота делать полностью ничего страшного разморозили все сделали все сколько получится штук и заморозили уже готовыми изделиями в морозилке потом достаете оттаяли поднялось в растоечку поставили подтаяло поднялось все и также запекаем ничего в этом страшно пресная слоеная да кто вообще может очень долго хранится именно вот в таком виде тесто с любит у нас слоеная муку хоть дрожжевое хоть без дрожжевое прям не боимся засыпаем его сейчас на стол переверну сразу можно немножечко сразу его расплющить для удобства чтобы было удобнее раскатывать кто сам делает слоеное тесто можно сделать просто круглый раскатать как большую пиццу и от середины разделить на сектора можно скручивать от края к серединке таким образом но я буду делать из прямоугольника то есть я раскатаю большой пласт разделю пополам и разрежу на треугольники точно так же я делила можете посмотреть печенье делала устрица кстати печенье очень вкусное оставлю ссылочку это печенье потом посмотрите кому интересно так раскатываем это тесто размораживать слишком слишком прям чтобы она она поднимется в итоге прям может вот таким пузырем не рекомендую чтобы она слишком поднялось потому что дрожжевое поднимается очень сильно в отличие от пресного и но неудобно с ним работать когда она сильно сильно поднялось так сейчас я раскатаю в пласт полностью и включусь к вам обратно чтобы долго время у вас не отнимать я все-таки не решила не из всего пласта делать сразу смотрите что я сделаю сейчас я разрежу его пополам гостей я не ожидаю поэтому я сделаю вот так можно было конечно все сделать если у меня кто-то пришел я сделаю пересыплю мукой половину теста и вот так сверну рулечкой вот в таком виде в принципе продают в магазинах завернутый насколько вы видели я его сейчас положу между пленкой заверну положу в морозилку и заморожу потом когда надо будет оттает я его разверну так как она с мукой она не прилипнет уже никуда все и мне пригодится второй кусочек потом вот так я раскатала тот кусок был полностью килограммовый пол килограмма тесто получается у меня здесь раскатываем равномерно раскатали по всему периметру чтобы толщина была одинаковая толщина но чем вы тоньше сделаете конечно не до прозрачного тем более слоистые они получатся в итоге у меня получилось сколько тут но миллиметра миллиметров пять может быть вот так вот все выровняли не бойтесь катайте слоеное тесто прям по вещи если она не слишком разморожена как у меня она более податливая если вы разморозите что она уже поднимется полностью тогда да с ним придется повозиться так что лучше не проворонить а вовремя начинать его катать режем пополам разрезали пополам и и теперь делим на треугольники и верхнюю половинку также делим вот они получились раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать что сейчас будем скатывать их можно прямо так наложить друг на друга они же у нас муки случится какие вам кажется что и получились чуть меньше чем другие и подровнять нужно допустим взяли скалочку взяли скалочку чуть-чуть раскатаем вот этот я вижу что чуть уже чем остальные низ у них вот самый широкий краю этот под раскатать эти будут поменьше размера можно конечно было рассчитать чтобы все были идеально ровные но на работе да мы так делаем дома дома я думаю ни к чему все-таки домашние и домашние последние вот они получились смотрите тоненькие прям тоненькие все скалка больше нам не понадобится мука тоже не понадобится нож не понадобится нам понадобится лист на лист чуть-чуть масло смазать просто слишком много не надо только чуть-чуть вот на руку взяли мука смазали лист или положили пергаментную бумагу я ей не пользуюсь уже говорила не раз так и теперь смотрите от широкой стороны заворачиваем просто берем и заворачиваем вот такие круассанчики кто хочет миниатюрные делайте треугольники по уже так берем и заворачиваем я видела надрезают вот здесь делают надрез если слишком узкие тогда можно сделать вот здесь надрез и чуть-чуть расширится край или когда заворачиваете можно прям подтянуть и все ничего страшного не будет все это делается очень быстро конечно может кто первый раз делает покопается именно с раскаткой пласта слишком близко не ложите на противень потому что они расстоятся поднимутся можно сделать вот такие я сделаю таких и таких хотела же половину заморозить несколько заморозить несколько испеку чтобы показать вам как вообще делают их и в итоге посмотрим какая красота получилась вот из полкилограмма у меня получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать штук то есть килограмма 24 все так и есть такие красавчик кто-то делает потолще их кто-то делает такие так раз два три четыре пять пять штучек заморожу а эти вот так отпеку все и оставляем на расстойку можно просто прикрыть полотенчиком и оставить такой формы сделаем три штучки эти такие вот длинненькие покороче так сейчас я оставляю на расстойку потом включим только посмотрите как они здорово расстоялись насколько они увеличились сейчас у меня нагревается духовка примерно до 200 градусов разогрею вниз поставлю емкость с водой и буду отпекать минут 15 примерно потом покажу обязательно вам результат какие красавцы у нас получила посмотрите какая красота у нас с вами получилась как они хрустят очень красивые пышные всем советую такие приготовить ну все на этом до новых встреч надолго прощаться не будем пробуйте готовьте телефон держу не знаю вот смотрите какой видите как тесто красиво разрывается очень нежные красивые и вкусные хрустящие хрустят как прелесть вкусные очень все всем пока пока и до новых встреч кому понравилось обязательно подписывайтесь будет еще интереснее еще вкуснее спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»